Ну а в Якутске в эти дни проводят рейды в многоквартирных жилых домах. МЧС совместно с газовиками проверяют электроприборы и состояние газовых печей. Напомню, в целом по столице должны отключить от газоснабжения более 400 многоэтажных домов. Репортаж Розалии Борисовой. Как только газ отключили в одном из домов по улице Петра Алексеева, жителям пришлось запасаться электроприборами. Давно забытые кипятильники, плиты, самовары вновь нашли свое место на кухне. Мы купили плитку, все, кипятильник, вот так выходим из положения. На плитке, конечно, гораздо дольше, и поэтому какие-то неудобства есть. На газе было бы удобнее. Мы ждем с нетерпением, когда проведут эти диагностические работы. Пока одни жители ждут подключения, другие считают расходы на электроэнергию. Сейчас в любом случае будет больше, потому что и чайник у нас, ну сами видите, он такой специфический, плюс плитка. Это не по нашей вине отключение газа. То кто нам будет вообще делать, будет ли делаться перерасчет на электроэнергию, поскольку нагрузка действительно большая. В Госкомцем объясняют, перерасчета за электроэнергию не будет. Счет по электроэнергии на снижение тарифа, вы имеете в виду, оно возможно только в том случае, если будут внесены соответствующие изменения в тех документации дома самого. Ну, то, что в доме отсутствует газоснабжение. Для того, чтобы это нужно в Росреестре изменить кадастровый паспорт дома. Этим должна заниматься управляющая компания. Если вы вносите изменения в тех документации дома, значит это, ну как бы, навсегда, да, на долгий период. А если это короткий промежуток, временный, временный промежуток, то это не требует внесения изменений. Соответственно, изменения тарифа не будет. Всего по городу будет отключено больше 400 многоквартирных домов. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям быть бдительными, проверять вентиляцию, пользоваться только заводскими электроприборами и ни в коем случае не применять в быту плиты на газовых баллонах. Розалия Борисова, Виталий Абрамов, Микасаха, Якутск.